Продолжаем выпуск. Спорт нужен всем. Заниматься физической активностью могут и пенсионеры, и даже несмотря на целый букет хронических болезней. И это доказала Танзеля Симакина, героиня нашей рубрики «Двигайся, Казахстан». Насколько доступен массовый спорт пожилым людям, расскажет Нина Шапо. А-а-а! Бабушка, молодец! Чемпион! Бабушка-пенсионерку Танзелю Симакину трудно назвать, ведь она запросто может дать фору молодым. И растяжка у нее отличная, и планку минуту держит. Вот уже 7 лет Танзеля занимается лечебной физкультурой в реабилитационном центре при поликлинике в Костанае. Прошлая воспитательница в детском саду. К спорту она приобщилась уже на заслуженном отдыхе. Гимнастика, это очень нравится. Она нам помогает держать себя в тонусе. Настроение поднимает, это, во-первых, еще общение. Занятия в поликлинике абсолютно бесплатные. От травм и других последствий помогает защититься инструктор. Дозированную нагрузку и каждый раз прибавлять. Хорошо скандинавские палки, ходьба – хорошо. Бегать им нельзя, прыгать нельзя и на большие расстояния ходить нельзя. За тем, у кого давление, упражнения в наклон, вниз головой им тоже нельзя. 79-летняя Нина Гончарова только в пятый раз на занятиях по йоге. Приезжает специально из пригорода. Пока не нагинаюсь, а так все делаю. Все нормально. Тренера очень хорошие, девочки хорошие. Занятия в клубе активного долголетия посещают около 60 пенсионеров. Проект финансирует Акимат, поэтому все бесплатно. Пенсионеры занимаются не только спортом, но и учатся компьютерной и юридической грамотности. Разговаривают с психологом. Очень любят наши спортивные занятия. Даже просят пять дней в неделю заниматься. Поэтому мы где-то идем им на уступки и заменяем юридическую грамотность на спорт. Первенство в списке самых полезных видов спорта для пенсионеров за плаванием. Прохладная вода улучшает иммунитет и кровообращение. Йога снижает артериальное давление. Скандинавская ходьба помогает поддержать все мышцы в тонусе. Справиться с бессонницей зимой можно бегом на лыжах. Для работы мозга полезны шахматы. Специалисты предупреждают, что самостоятельные занятия дома по ютубу чреваты травмами. Лучше посоветоваться с врачом и инструктором.